целый год без сигарет все-таки где-то большая вероятность срыва была скорее всего где-то до месяцев 6 ну максимум до 8 месяцев я еще мог сорваться теперь наверняка я не сорвусь потому что сейчас уже вообще абсолютно не хочется и даже нет мыслей о том чтобы начать что-то изменилось ну да изменилась изменилась жизнь изменилась отношение к людям которые курят вот такого ярко негативного до абсолютно все равно стало что рядом стоят люди курят дымят туда неприятно можно отойти в принципе но самому уже закурить не хочется вот не хочется также чтобы ребенок видел то что ты куришь надоедают места такие где но допустим там какие-нибудь кафешки в которых разрешают курить есть еще такие да вот не нравится когда люди прямо на остановке ну вернее как прямо в остановке сидят и будет ну а что они считают что им все можно раз другие молчат поэтому им как бы все равно вот в плане здоровья ну да здоровье стало получше полегче стало переносить те же самые респираторные заболевания вот плане сердечно-сосудистых у меня никогда не было никаких проблем ну как бы пишут что да действительно это имеет место быть вот вкусовой спектр поменялся причем неоднократно уже вот те вещи которые раньше нравились сейчас вызывают отращение то что раньше как бы и не стал бы есть но сейчас даже заходят на ура вот в плане веса вес стабильный ну как он скачет туда-сюда конечно но после года я думаю он уже будет более менее стабильным вот по этому поводу вообще не переживаю вот самое лучшее то что появилось очень много свободного времени да это действительно так при том что бросил курить вроде бы каких-то там 5-10 минут которые занимала там 20 раз в день где-то час это ощутимое время вот не в плане того что ты теперь можешь работать не отдыхая в плане того что ты можешь теперь работать не отвлекаясь скажем так вот не отвлекаясь на перекуры на вот эти все эти посиделки которые с этими перекурами в курилках идут особенно в теплое время года вот не отвлекаясь на всякие мелочи в виде раздражение о том, что ты забыл купить сигареты, о том, что у тебя, ну да, это бесило там, зашел твоих сигарет, нету, ты взял какие-то там первые попавшиеся, а они не очень хорошего качества, скажем так либо есть места, где курить вообще страшно как бы дешево, но то, что там дают, это вообще вот, продают вернее скажем так это уже совсем другая тема если поехать за границу ну да, будет проще, потому что не нужно будет тратить там 5 долларов на пачку сигарет приблизительно вот, жаба не будет душить будет как бы проще хотя с другой стороны на этот повод мало кто заморачивается скорее всего если люди едут, то они уже приблизительно знают либо берут с собой либо рассчитывают на то, что денег у них там хватит на это вот в принципе подумайте сами стоит ли оно того нужно ли оно вам полезного от этого мало у вас во первых отдышка у вас непонятно как скачет давление вот у вас вредная привычка от которой вы хотите избавиться но как вы говорите вы не можете можете вы все в принципе вот вы просто прикладывайте мало усилий для этого вот также дети которые берут с вас пример чужие дети которые будут брать с вас пример да, бывает и такое что ты смотришь там дядя Коля не курит а папа курит и ты берешь пример для Деколи а не с папой потому что реально понимаешь когда вырастешь в том что курить вредно ну так же и другие вещи вот на примере собственного отца я понял что от алкоголя алкогольной продукции хорошего ждать нечего вот поэтому эти вещи мы обходим стороной вот это на примере своего отца мой дед он и не пил и не курил к примеру занимался любимым делом ходил на работу вечером делал тапочки чинил обувь ему это нравилось ему это доставляло удовольствие ну почему бы и нет найдите себе занятия найдите себе стимул который будет вас отвлекать от никотиновых палочек от того чтобы становиться дураком ведь это как бифортов шнур где на одной стороне огонь на другой стороне динамит только здесь на одной стороне огонь а на другой дурак причем этот дурак зачастую осознает что он дурак но никак не хочет исправиться или хочет не в той силе в какой должен приложить к этому усилия делайте сами свой вывод жизнь она одна как вы проживете все зависит только от вас если вы получаете моральное удовольствие от того что вы курите если вас это веселит заботит продолжайте курить а если это у вас привычка если вы просыпаетесь ради того чтобы в очередной раз затянуться перед чашкой кофе ну это уже неправильно точно так же как и алкоголь если он вас веселит то это хорошо а если вы алкоголик другого типа который выпил 50 грамм и ищет приключения на свои вторые 90 ну жизнь таких учит вот делайте правильный выбор в своей жизни год это всего лишь год на нем останавливаться не хочется хочется идти дальше идти дальше показывая пример своему собственному ребенку идти дальше показывая пример окружающим в принципе если бы допустим я не видел как бухает мой отец может быть я сейчас бы и бухал но видя это мне даже как-то курить не хочется особенно вот может быть ваши дети посмотрят на вас не курящего и не пьющего и скажут действительно ведь это же классно я тоже так хочу и будут правы подписывайся на канал ставим лайки пишем свои комментарии и не забываем подписываться на канал спасибо 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 спасибо